Запуск ГРС выполнен. Так нажатием сенсорной кнопки Казань обеспечила себя газом на ближайшие полвека. Но в первую очередь Богородское голубое топливо пришло сегодня в Гильдеево. До этого газ здесь был только в старой части поселка. На этой стороне полностью население обеспечено было газом. А новостройки пока не было, потому что подсенсор не осиливает. С газом, конечно, хорошо будет. Без газа вообще же ничего не сделаешь. Мощность Богородской ГРС больше 5 миллиардов кубометров в год. Это самая крупная газораспределительная станция в Поволжье. Газа будет хватать для решения всех и социальных проблем. Сегодня благодаря этому проекту уже жилищное строительство в одном микрорайоне уже решается. Огромные у нас были запросы в части реализации проекта в Казани. Все эти вопросы сегодня решены. Богородская ГРС – это не только увеличение объемов, но и безопасность. Станция работает на пустыре за городом. С завершением реконструкции газопровода «Казань-Минебаева» она заменит уже свой устаревший аналог в поселке Вознесение. Опасный объект будет ликвидирован, что позволит расширить границы застройки столицы. Стоимость всего инвестиционного проекта больше 12 миллиардов рублей. Бесперебойная газификация – стратегическая задача, поставленная руководством страны. Работая над ней, «Газпром» синхронизирует действия с региональными властями. При этом цены на газ не должны вскочить. Регулируется фасом, вы прекрасно понимаете. Они как устанавливают по всей России, и так и она работает. Мы не имеем права его менять, поэтому это государственное регулирование. В рамках реконструкции газопровода «Минебаева» «Казань» планируется открыть подобные ГРС Чернякова и Сокуре. Слават Махмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Пестричинский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова